Ребята, всем привет! Очень рада вас видеть на канале. Сегодня у нас будет небольшой обзор спиртовых маркеров от бренда ARTX. Очень классные упаковки, а красивые упаковки это моя слабость. У бренда также есть различные сеты, не говоря уже о разных материалах, которые у них представлены на сайте. Они выпускают акриловые маркеры, не только спиртовые маркеры, а также классные карандаши. У меня уже вышло два видео обзора материалов от прекрасного бренда ARTX. Эти видосики я вам скину ссылкой под видео, сможете сзади посмотреть. Действительно очень годные материалы. Здесь такая интересная ручка. Я думаю, что она выполнена из эко-кожи. В принципе удобно. Не знаю, насколько она будет хорошей в процессе, не будет ли заломов, не будет ли она рваться, ломаться. Но мне нравится сама задумка. Сбоку есть вот такие крепежи. Можно вот так пришлепнуть саму ручку, и она будет плотно удерживать верхнюю крышку коробки. Но или вы хотите взять с собой маркеры куда-то там в гости, показать своим близким, родным, какие у вас классные материалы, или вместе с ним порисовать. Выбирайте ее так за ручку и несете. Очень-очень удобно. Сама ручка удобная, что она широкая. И мне кажется, что крепежи достаточно надежные. То есть у вас коробка не упадет, и маркеры не рассыпятся. Давайте скорее заглянем в эту коробочку и посмотрим, как выглядят сами маркеры. Ох, какая красота! Ух ты! Мама дорогая, посмотрите. Эта крышка, это не просто крышка, она еще выполняет функцию подставки. Вы представляете, эту коробку можно вот так поставить. Очень удобно. Маркеры на видном месте, в правильном положении. Насколько бренд действительно продумал все до мелочей. Когда есть много интересных оттенков в какой-то одной цветовой схеме, это очень здорово. Это расширяет ваши художественные возможности создавать что-то реально грандиозное. Я очень люблю рисовать людей. В принципе, в последнее время практикуюсь почаще рисовать людей, учиться. Соответственно, я выбрала сет именно для рисования кожи. Здесь в коробочке не все так однозначно. У нас еще есть вот такая вот карточка-визитка. Бренд позаботился о том, чтобы мы сразу сделали выкраску. Не мучились, не искали скетчбук подходящий или листочек свободный, где сделать ту самую выкраску. Но и самое геморрное, это, конечно, проставлять числа или подписывать название маркера. У вас уже все есть. Для вас уже это все сделали, прислали шаблон, где вам нужно просто закрасить ячейки. Очень удобно, безумно удобно. Я буду вместе с вами заполнять эту страничку, этот бланк. Конечно же, стоит еще сделать выкраску в том скетчбуке, в котором вы чаще всего рисуете или на той бумаге, которую чаще всего используете в работе или вообще, когда рисуете спиртовыми маркерами. Потому что вот эта бумага, она, конечно же, отличается от тех скетчбуков, в которых мы будем с вами рисовать, но и в которых вы рисуете. Поэтому сделаем двойную выкраску. Одна будет здесь, как шпаргалочка, а вторая у нас в скетчбуке. В этот набор нам положили два блендера. Посмотрите. Я вот, например, первый раз сталкиваюсь с тем, чтобы в маленьком наборе было аж два блендера. Получается очень интересная палитра, много светлых оттенков, которые я буду чаще всего использовать. Вот, например, мягко-розовый такой персиковый оттенок идеально подойдет для картинок с нейтральным телесным тоном, особенно если рисовать светлую кожу. Но, в принципе, здесь светлых оттенков очень много, что радует. Я думаю, что буду их чаще всего использовать, так как мои старые маркеры, где есть светлые оттенки, они уже практически не пишут, потому что я их часто использую, когда рисую тон кожи. Ну, и, в принципе, это как базовый такой оттенок. Мне кажется, он действительно очень ходовой. Но это в моем случае. Я не знаю, если кто-то пользуется подобными сетами, рисует лицо, возможно, у него какие-то другие оттенки уходят первым делом, а потом уже все остальное. В принципе, есть темные оттенки, хорошие, красивые, чтобы рисовать каких-нибудь красивых мулаток или темнокожих красавиц. Очень здорово, что можно поэкспериментировать с этой палитрой. Вот этот нейтральный бежевый оттенок подойдет как основа для многих телесных оттенков и может быть использован в различных светлых и темных вариациях. Что мне еще нравится в этом наборе, в этом сете, что присутствуют темные оттенки, которые можно использовать для рисования тех же волос. Нарисовать брюнеток. Также блондинок можно нарисовать. Но, в принципе, не стоит ограничиваться и думать, что если это какой-то определенный сет, то его нужно использовать в какой-то определенной теме. Вот Анне я сделаю волосы потемнее. Очень здорово, что есть подходящие по тону цвета, которые можно между собой смиксовать. И вот, посмотрите, получается просто отличнейший градиент. Решила тень сделать такую более нейтральную. Если в наборе был бы, конечно, синий цвет, я бы использовала его, так как у нас Эльза холодный персонаж. Да и платье у нее тоже синего цвета. Но, так как в палитре нет такого оттенка, я возьму фиолетовый. Мне кажется, он очень хорошо подходит для того, чтобы сделать тенюшечки. Для Анны я взяла более теплый цвет, ближе к красному. Это номер 302. Конечно, он чем-то похож на тот, который у Эльзы, но это совершенно другой оттеночек. Он более теплый, так как персонаж у нас теплый. Но, как вы видите, с этим набором можно не только рисовать лицо, но и также разукрасить одежду или какие-то другие элементы. Для следующей детализации я возьму, конечно же, цветные карандаши от того же бренда ArtX. И добавлю именно синих оттенков на саму Эльзу, сделать ее более холодной хочется. Поэтому добавляем, на саму тенюшечку тоже добавлю цвет. Но и, в принципе, для большей детализации это будет смотреться интересно. Но и на волосы Анны я тоже добавлю коричневого цвета. Именно карандашом порисую именно волосы. Мне очень нравится для первого эксперимента. Я волновалась, что вообще ничего не получится, но выходит очень здорово. Фон я решила покрыть именно акриловым маркером от бренда ArtX. Тоже делала обзорчик. Можете посмотреть, мы с вами рисовали открыточки новогодние. Получились обалденные. Если вы еще думаете, что порисовать, можете заглянуть на канал и посмотреть данное видео именно с акриловыми маркерами. Фон я сделаю фиолетовым. Мне показалось, что он лучше всего сюда подойдет. Поэтому закрашиваю полностью фон. Но и для того, чтобы немного Эльзу выделить. Анна, она такая контрастная, четкая. А вот Эльза немного сливается с фоном скетчбука. И поэтому она плохо читается. И я решила ее выделить за счет такого контрастного темного фона. Следующим этапом я хочу добавить еще золотых акцентов. Вот брошечку обведу золотистым маркером. Закрашу сережку у Анны. И еще добавлю украшений для самой Эльзы. Чтобы картинка смотрелась обобщенно. Не только у Эльзы золотистые элементы. Не одна она королева. Эльза тоже у нас королева. Мы ей добавим золотую сережку. И еще думаю, что, наверное, добавлю ей золотую, наверное, цепочку. В мультике такого, конечно же, нет. Но я решила добавить. Будет смотреться красиво. Все-таки я эту иллюстрацию рисую в своем стиле. То, как я это вижу. Так, ну и напоследок хочется добавить белых бликов. Куда же без них. И еще я думаю, что волосы Эльзы я немного прокрашу белым маркером. Все-таки они у нее белые, а не какие-то желтые. Вот желтый мне как-то вот сюда вообще никак не клеится. Я хочу сделать волосы посветлее. Смотрите, когда я добавила белого цвета на волосы, они стали более объемными, более выразительными. И это очень красиво смотрится, как настоящая снежная королева. Я вообще люблю миксовать материалы между собой. То есть брать не только одни спиртовые маркеры и ими выполнять полностью работу, но и добавлять какие-то еще другие материалы. Вот карандашом порисовала, акриловыми маркерами порисовала. Это очень здорово. Это расширяет вашу фантазию, диапазон действий. Вы можете много чего натворить в своем скетчбуке, нарисовать, благодаря тому, что у вас есть различные материалы, которые вам помогают реализовывать ваши идеи. Вот такая красота получилась. Я очень довольна данным наборчиком, так как у меня действительно не было столько много разных светлых оттенков и подобных оттенков, с помощью которых можно создавать более глубокие переходы, объемы. Так что это очень здорово. Я очень рада. На дне коробки есть картонная подставка, которая удерживает эти самые маркеры. Я думаю, что эту коробку я точно выкидывать не буду. Я ее оставлю, потому что она классная. Она работает как подставка для маркеров. Можно даже поставить на полочку куда-нибудь, где вы храните свои материалы. Это будет смотреться очень красиво. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзорчик. Напишите свое мнение, как вам маркеры. Пользовались вы такими материалами именно от бренда RTX или это для вас вообще какая-то новинка. Все пишите в комментариях, буду читать. И уже в следующем видео буду вас ждать с новыми идеями. Еще будут у нас новые обзорчики. Так что не пропадаем, заглядываем на канал. Я вам желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok